Друзья, добрый день! Сегодня маленький ролик про настройку параллельной работы инверторов DI. Мы сегодня вкратце просто расскажем меню, основные моменты, на что обратить внимание и как происходит настройка. Техническую часть особо не озвучу, это все понятно, вы можете найти в инструкции, но главное, те настройки, которые вы увидите именно в меню, они очень влияют на работу и именно на параллельную работу. Инверторы могут быть абсолютно разные, здесь у нас стоят инверторы на 30 кВт. Сейчас вам покажу минимальный настрой, который необходимо сделать. Переходим в меню, Advanced функции, и самое главное, что здесь мы должны выставить серийный номер модбаса. Ведущий инвертор номер 1 должен иметь номер модбаса 0.1. Не забываем в чекбокс ставить параллельные работы и подтверждаем. Переходим ко второму инвертору. Здесь мы также переходим в Advanced, заходим в меню, также ставим чекбокс параллельные работы, но здесь ставим модбас серийный номер 02 и устанавливаем на галочку точку Nutslave. То есть у нас один ведущий, второй ведомый. После всех этих настроек параллельно соединяем лод, грид и провод, который идет между инверторами, соответственно, также соединяем на одну из клемм, то есть либо параллельный один, либо параллельный два. Вот такой вот маленький ролик про параллельную работу. Надеюсь, он пригодится специалистам, которые занимаются именно параллельной настройкой инверторов работы. И для тех, кто добавил к своему основному инвертору второй, для того, чтобы они работали вместе. На этом все. Всем удачи, добра и позитива, как обычно. С вами был я, Алексей.